Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Посмотрим Субтитры делал DimaTorzok Субт Phi Б auntевая вода Субтитры делал DimaTorzok Дверь Цар здесь Вот это мы пробрались Субтитры делал DimaTorzok Так, здесь место силы, словно, щит или регенерация, да, щит. Не забываем его забрать. Так, и продвигаемся ко входу в пещеры. Ну, если вы первый раз это сделали, то шлеп. Достижение разблокировано. Все, блин, герои теперь у нас крапку и берет ядренность. Так, не убегая далеко, посоветую сразу опять и волгачайка-ласточка, и серебряный меч смазать чем-то, вызывающим усиленное кровотечение, например, кровью фальки. Вот, мы теперь готовы. И сразу забежим вот в этот паровой проход. Если кто не смотрел у Пироше, то он не знает, что здесь есть разные вкусности. Одна из швуток, которые здесь можно найти абсолютно бесплатно, это очень хороший доспех из Бан-Арт. То есть он стоит до хренища, а здесь его можно просто найти. Ну, так, просто замочить монстряру, которая храняет это дело, и может разжиться им. Идем дальше. Вот, утковол, один из мини-босс, который находится вот здесь под лагерем в пещерах. Идея проста. Вложим знака Мерлина его. Поэтому, кстати, большие боксы не могут ему не пойматься, но забираем с него все, что с него выпало. Здесь торпец какого-то бедолаги валяется. Значит, все сразу хватать не надо. Большая часть вооружения, которое здесь лежит, во-первых, только место занимает, и бесполезно. И вот железная руда здесь тоже раскидана. Не надо ее брать. Ее на короняк, если вам подопрет, то можно купить у любого кузнеца. Это не серебряная руда. Отследуем все закоулки. Видите, мы побежали в диаметрально противоположную сторону метки значка задания. Сейчас он вот эту, в закете обыщен. И уже потом побежим. Обратно. Маленькие и большие дубины сразу выбрасывать. Нафиг здесь не нужны. Так, ну давайте вернемся обратно. Ну, в подземельях лучше на готове иметь или знак Клен, или знак Арт. Так как здесь полно трупоедов, Арт. Откидывает даже непрокаченный стулки в данном случае, когда у меня прокачен только путь мечника. Так, ну вот с этого трупа можно снять накладки из стальных пластин и плюс Кридвенские кожаные доспечи. Ну, я их взял исключительно для того, чтобы продать. Не думайте, что они настолько хороши, чтобы геральду в них было удобно. Так вот, серебряные руды. Еще, надо взять, потом железки все скинуть. Наверное, так. Заметал я, что действие масла закончилось и появится еще один флакончик. Возвращение назад фактически ничем не оправдано. Потому что здесь я уже был. Ну, а для любителей покопаться в недостатках игр я даже не считаю это недостатком. Это просто из-за нехватки, скорее всего, времени. Большинство NPC, которые не имеют к квестам и под квестам отношения, у них лица односепенны, то есть срисованы. Персонажи, которые как бы в игре встречаются, например, могли заметить, что краснолюбы на бурдонов похожи. Хотя с другой стороны, где на краснолюбов, если вы так посмотрите, там этих бурдунов в Вергене до хрена, вот у людей то же самое, у солдат не только одеты в разную форму, могут быть разная одежда. они имеют одну и ту же харь. Не забываем, что с ремесами нужно быть поосторожным, после того, как наносим добиваются удары, они взрываются. И может причинить очень много неприятных вещей, вреда. Крупные подлезвия не лезвия, они с непрокачанным ордом не фризятся. можно вот сюда сбегать, глянуть на гавань, заполненную кораблями. здесь сундучок, только маленькая дубинка и пять монет. Мне очень приятно. разрушение разрушение кораблями, есть ловить нечего. там есть центр силы, по-моему, ничего не путают. Но нам-то как-то это все по барабану. Ржавый нож поварюшка. Как вам дополнительное оружие поварюшка? охренительно урон там сколько? 10 у нее? 13? 15. Ну можно и ради хохнул поварюшка кого-нибудь задолбить. Есть же метла даже. Оружие не советую брать, оно очень тяжелое, и значит здесь не нужно. Значит в этой решетке берем усиление на 5 минут уроны от меча. и сейчас второй мини-босс который охраняет как раз доспехи из Бонарса и остальные луты. Технология та же самая как и с большими шкафами воином с нашим эрдом. Но не забываем что голем иногда пробегает через него и вернуто может так хорошо достаться как сейчас. Но другая тактика как я его зажал в угол и тупо силовой техники добивает. так ничего не произойдет. Да. Так. приеденские доспехи Бонар сапоги сапоги при одинаковой способности стоит дороже чем хемерский что за нахер я не понимаю так вроде бы все здесь собрались что нужно но давайте приближаемся дальше наденем доспехи что 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 такое видите накладки стальных пластин у них броня плюс 2 у нас еще есть накладки панцирь уранов это мы с вами хапнули скорее всего когда выполняли под квест мистическая река и нашли рядом с луговом тролле разбитый корабль бледные утопленцы или бедные утопленцы да пофиг так ну давайте наденем и теперь сравним ну да здоровье плюс 55 в принципе в принципе можете доспех из шкуры кирана себе оставить модификация получше ну я выбрал себе так ну мы практически дошли всем спасибо за просмотр пока